Молитвами святых отец наш, Господи, Иисус Христе Божий наш, помилуй нас. У меня разговор был с Германией. Тут один собирается армянин приехать по Теряевку, сейчас говорили. Но я видел, что ты стучишься. Говори. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, ну уже не против. Все время же так делается и делалось. Значит, я еще четыре говорил, еще сделал три листа. Значит, что? О покаянии, исповеди. Кто первый стал прощать грехи? Марка 2,5, Луки 5,20. Второе. Что Христос обещал своим ученикам? Что Он сказал ученикам? Каким образом Христос передал власть прощать грехи? Что нужно для того, чтобы иметь власть, прощать грехи от лица Божьего? Иоанна 20,21. Как апостолы передавали эту власть другим? Как исповедовали свои грехи первые христиане? Что необходимо для прощения грехов? Первое Иоанна 1,9. Ты закрылся, опусти внизу бумагу. Опусти, тебя не видать. Спрятался. От лица кого апостол Павел прощает грехи? Второе. Коринфянам 2,10. Как использует апостол Павел власть прощать грехи? Первое. Коринфянам 5,5. Первое. Тимофею 1,20. Кто из ветхозаветных пророков от лица Божия простил грехи? Второе. Царств 12,13. Вот это заполняет. Вот видно, да? Ну да, да, да. Я вижу. Имеет представление. Потом падшие ангелы также. Причина отпадения от Бога. Исаия 14,12,15. Свидетельство. Следствие от падения. Иерархия. И также ангелы. Природа ангелов. Евреев 1,7. Их предназначение. Виды ангелов. Чины там. Виды служения. Служения в деле человеческого спасения. Ну, в общем, еще три издал. Теперь у меня 7 листочков. Ладно, слушай. Сергей, внимательно слушай. Скажи, как ты нашел этот ролик, который мне прислал Неркаги? Господь послал. Я посмотрел этот фильм. И думаю, интересно бы знать мнение Игнатия Тихоновича. И послал его к вам по скайпу. Ну, смотрю, женщина верующая такая. Ну, язычество, естественно, ненаученное. Но, видно, и священники ее немножко так поддостали. Что она говорит, а как тоже? Ну, ладно, допустим, женатые. А как же вы пасту бросаете? Говорит монахи-то. Чего же вы не приедете? Мы вон и храм построили, и все. Кто же будет это? Ну, у нее, конечно, там, естественно, много... Она ненаученная. Там язычество есть кое-какое. Немного. Но Христа она знает. И Бога знает. Вот поэтому, как бы, ваше мнение. У меня в моем мире мало роликов чужих где-то. Но этот ролик я себе вот сейчас ставлю в данный момент. Я его полностью просмотрел. Теперь на диск перенесу, думаю, и отправлю в Потеряевку. Пусть смотрят, учатся. Да. Понравилось вам? Понравилось. Я очень усыпился. Даже во время собрания, оно это я говорил по этому. Я благодарю вас, что вы мне прислали. Я бы не знал про это. А как ты сам-то наткнулся на него? Да Господь послал. Я временами просматриваю там православные фильмы и кое-что качаю. Там есть интересные, там, без воды, а серьезные, такие, что интересные. Я себе покачиваю. И смотрел, смотрел, смотрю, что это не краги. Ну-ка, дай-ка посмотрю. Посмотрел, заинтересовался. Ого, вот это да. Я послал вам. Как она с ребятишками возится, как захотится, чтобы оставались. Это как раз вопрос, который мы занимаемся. Как раз создаю города, чтобы они жили на месте, чтобы молились Богу, чтобы спасались. А кто, говорит, нас спасать будет? Как священники, говорит, нас бросили и все. И приезжали. Никому мы не нужны, получается. Я, говорит, не могу быть священником. Да главное, что ее кандидатом вы выставили-то на Нобелевскую премию. Да, да, да. Ну, достойно, достойно. Достойно, да. Женщина, представь, среди ненецкого народа, она писательностью стала, какая она активная. И заботится о будущем своего народа. Это вообще. Мне, я скажу, правда, понравилось. Я сразу за нее помолился. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Я так и сказал, говорю, Сергей Ильин мне такой материал скинул. Вот это да, я говорю. И за тебя помолился. Благодарю. Спасибо, Господи. Спасибо большое. Очень ценно для меня. Ваша молитва, я тоже. А я это, с Израилем, с Евгением, он это, мне в друзья постучался. Я говорю, да хорошо, заходи, давай поговорим. Мы поговорили с ним несколько часов тоже. Там по евриту, там по священному писанию. Я говорю, ну вот, хорошо. Ну, он о крещении младенцев меня тоже спрашивал. Я говорю, ну, как крещение младенцев? Я говорю, ты это, в Ветхом Новометии всех же были. До последнего колена мужской рот был обрезанный. Там же не спрашивали, разумеешь ты, не разумеешь. Крестили и воспитывали тебя в вере. Так же и здесь. Ну, условия есть, надо, чтобы тебя воспитывали в вере. Потом говорю, ну, привел такой, поверь, других может человек быть крещен. Ну, он, не знаю, говорит, я говорю, ну, смотри, Христос сидел в горнице, там, с учениками, и за множество учеников не могли прийти к нему. И принесли расслабленного, разобрали крышу, и он говорит, видя веру их, видя веру их, он говорит, прощаются тебе грехи твои. Ну, и он говорит, да, хорошо. Потом, говорит, он уже пишет мне, съездил к священнику в этот, ну, мы там говорили, в Яфу, поговорил с ним насчет крещения, вот, как бы, что, я говорю, говорит, молоденцев кресят погружением, а взрослых вообще не кресят. Так, говорю, ну, вот, если будешь креститься, требуй, чтобы крестили, ну, попроси, чтобы крестили тебя в три погружения. Вот. Трехратное полное погружение, чтобы было, вот. Ну, где там, в море, в реке, где угодно, только треекратно, чтобы там, и вот так вот, чтобы священник тебя крестил. Ну, и вот такое с ним поговорили, там, послал ему фильм, там, о одном архимандрите, он был католический монах, грамотный человек, вот, в Швейцарии живет. Вот, он был монах, потом перешел в православие, в русскую православную церковь, он там, понимаете, приезжает, выступает, такой, на Б, как-то фамилия его забыл. Ну, вот, фильм о нем послал ему, со скину, он посмотрит, наверное. Ну, вот такие вот. Ну, рад, я вам, чтобы они как-то понравилось. Спасибо, Господи. Вот. Ну, вот такие вот, так-так потихоньку двигаемся. Спасибо, Господи. Хорошо. А вы ближе не познакомились с Константином Душеновым? Нет, не познакомился. Мы с ним не пересекаемся. Мы по разным дорогам ходим, по разным рельсам. Дело в том, что он раньше писал там против евреев, что там, как. Ну, он за них, но только с той стороны, которая евреям не нравится. Это его посадили. Сейчас вернулся, он евреев вообще не видит и не поминает. Видимо, подписку дал, чтобы не... Но он сейчас именно вот с ИГИЛ. И каждый день комментирует. Вот мне вот так вот сидит, вот так вот, маленькая такая, мусульманская какая-то у него щетки. Перебирает. И вот что-то рассказывает каждый раз. Зачем он это делает? Я внутром чувствую, что не надо этого делать. Не надо ничего комментировать. Игнатий Тихонович, я его не смотрю. И вообще его не смотрю. Я не смотрю. Он далек от меня. Мы живем в разных концах. Ну, город у нас, слава богу, большой, пять миллионов с лишним. Вот. Мы с ним не пересекаемся. Ни в храме я его никогда не видел. Он в другие ходит. Я в другой хожу. Вот. Нигде, ни в каких-нибудь общих там собраниях или что, никогда в жизни я с ним не пересекал. Ну, вру. Отпевать к нам привозил сынишку своего. Все. Больше я его вот увидел в местных роликах, там, пару-тройку. И то я никогда до конца не досматривал. Там, пару-тройку и все. Я далек от него. Как бы обличать я его все равно не буду. Слушать я его тоже все равно не буду. Вот. Поэтому, ну, как он еще? Он сам по себе, я сам по себе. Он взрослый мужчина, уже сформировавшийся. И я взрослый. Мы друг друга, как бы, в этом отношении, как бы. Ну, я к чему сказал? Если вы сойдетесь где-то, я говорю, понимаете, его знания, он военный офицер, морской, знает. Но совершенно это не его дело. И вот он комментирует вес, тяжести, там, такие слова, говорит. Вот им то, то, другое. Нам ли этим заниматься-то? ИГИЛ тоже люди. Надо молиться, чтобы они перестали зверствовать. Чтобы они обратились ко Христу. Игорь Тихонович, ну, я, если даже милостью Божьим, не милостью, а вот промыслом Божьим, мы даже где-нибудь увидим друг друга. Он меня не знает. Я его знаю только вот, ну, что я подойду. Ну, ладно, 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 все, больше не поминаем. Нет, я так сказал уже. Просто я его не знаю. Все, 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 о нем разговор закончен. Что, я нужен или нет? А то отойдем. Спасибо, Господи, да, рад был вас видеть. Слава Христу, благодарю. Поклон. Слава тебе Божий наш. Я сначала, когда с ним познакомился-то, я же его не знал, Сергею, то он такой насчитанный, грамотный выступает везде. Вот Господь свел, а он уже с Евгением, с этим, с Израиля. Сергей, считай, занятие-то ведет. Вот как все убого вымерено, прямо. Да. Ну, еще давай. Привязываю.